всем добрый день и здравствуйте сегодня вы у меня в гостях на вкусном шоу посмотрите кто ко мне пришел в гости известный миллионник каримула каримула добрый день добрый день спасибо за приглашение очень приятно и надеюсь сегодняшний шоу не будет скучным не обещаю все зависит от вас я постараюсь конечно максимально каримула так при выборе блюда я очень долго думала что же мы будем сегодня готовить но я так подумала что баранина это чисто мужское блюдо которое любят все мужчины я к баранине отношусь ну скажем так не очень и вообще мясо и не очень ем но наши дагестанские мужчины я знаю что очень любят шашлык и поэтому мы приготовим что-то наподобие схожие давайте попробуем смотрите на этом в принципе я люблю готовить шашлык таких в домашних условиях конечно я не готовил что-нибудь можно придумать думаю используем мы сегодня пистолетики ведь они у нас уже готовые заранее нарезанные аккуратненько а единственное я бы хотела у вас уточнить а вы вот эту пленочку снимаете нет как есть у также как есть так и используем так мы будем готовить наши пистолетики в духовке как мы их замаринуем в общем даю вам соль вы можете прям сразу на противень давайте начнем да давайте соль перец дижонская горчица мы используем зернистую горчицу немножко чесночка если есть паприка тоже можно есть паприка а для чего мы хотим использовать паприку вообще я во время мариновки можно сказать использую практически все то что попадается под руку а связано именно с этими специями потому что когда долго возишься она как бы получается намного вкуснее также нам нужен будет этот рыбчатый лук но а тут есть один нюанс моего не будем оставлять мариновать мы сразу пару минут буквально пока все будет хорошо а я еще рекомендую использовать семьян вы знакомы с этой специи я очень ароматная можно попробовать так кремла у меня еще возник вопрос чем вы занимались до блогерства если честно я занимался много разными работами даже начиная с того момента что я даже работал водителем на мусоровозе также и работал и администрации открывал и свою фирму скажем так много разных бизнесов тоже делал магазин открывал продуктовый то есть вы перепробовали да можно сказать я перепробовал практически все мне ну не все она много чего перепробовал каждом деле у меня получалось что доходил до кота уровня в конечном итоге можно сказать я остановился на этой блогерской деятельности во первых это сегодня как сказать актуально попробовать я сам такой человек я то что начинаю я стараюсь максимально выжать все то что возможно не так как некоторые люди вам скажу что-то начинают делать если в начале у них что-то не получается они сразу начинают останавливаться это не мое там и так далее то есть вы идете только вперед ну а второй вопрос как много вы зарабатываете сгибов самый популярный вопрос скажу так на хлеб с маслом немного повидло и хватает повидло или все-таки икра но можно сказать и по праздникам икра тоже красная черная ну я пытаюсь разнообразить люблю жизни но видите вы уже тут понемножку секреты свои выдали иногда и на красную икорку хватает иногда и на черном но прекрасно знаете я вам что скажу вообще сколько бы я не заработал не зарабатывал я всегда стараюсь довольствоваться тем что я зарабатываю тем самым после когда я довольствуюсь со временем становится все больше и больше не зря говорят что нельзя жаловаться на жизнь нужно довольствоваться тем что нам дает всевышний я предлагаю поперчить это у нас такая вот мельница здесь преобладает розовый перец я просто привык к классическому маринаду соль перец лук и все это так я все поняла я хочу чтобы вы добавили немножко чесночка чесночок тоже можно да и хочу чтобы вы прям вот так вот семьянчик семьянчик прям вот чтобы этот чеснок надавить а я порубила для вас как-нибудь попытаюсь своими пальцами это сделать чтобы сок выдавился а социальные ролики это желание либо это какой-то заказ социальные ролики это желание вообще изначально я начинал социальных роликов скажем так я увлекался этими видеосъемкой там монтаж я сам по хобби даже можно сказать немного программист работал в этой сфере и люблю дружу с техникой да особенно программным обеспечением и так далее так далее и тем самым в этом перед началом блогерством я увлекался вот этой съемкой также был как в общественной организации как общественный деятель делом за месяц до съемкой желание было данное просто снять социальный роль просто начинать снимать просто социальный ролик но со своим участием протяжении одного года я практически каждый день мы снимали социальные ролики у меня два друга с которым мы начинали я муслим ирмар мы как одна команда почему как одна команда по сегодняшний день можно сказать и вместе и это все делаем лук вы так же можно дал особо мелкие не делайте их я нарезала его перьями нам нужен их сок вот я этот я думаю что с паприкой мы уже все вы прям настоящий шашлык хотите приготовить я же говорю я максимально кроме костра у нас здесь в принципе все есть это масло я думал духе что запах был арома чтобы сбить баранину так теперь можете помять скажем так про массажировать что лук максимально выжим сюда этот сок у меня масло мы сделали черный перец так и не смогли мы оттуда выдавить масло как много достаточно да нам нужно чтобы это обволакивала сейчас я перец другой посмотрю есть у меня другой перец вот этот можно вот прям можно дать от душе все равно на там все мы прям лучок можем сверху по накидать так каримула как вы думаете при каких градусах мы должны запекать это если честно я вообще не понимаю эти градусы приблизительно в костре она постоянно как бы крутится да даже хоть и сильный жар он получается в костре он постоянно крутится он не успевает сверху подгорать подгорать да в этом случае можно чуть-чуть средний на 180 градусов мы сейчас отправим буквально на 25-30 минут да я вам потом покажу красивую очень подачу подачу которую я люблю подачу смысле на стол и да конечно подачу на стол все я отправляю значит духовку а вы видите ну что каримула наши наша баранина уже готова а как вы видите посмотрите на вид кажется просто шикарная прям чувствую как будто бы мы готовили и надо да да реально как будто прямо как положено приготовили но вы говорили мне покажите как красиво форме да или да конечно мы подадим в принципе я тоже неплохо оформлено давайте я вам дам так смотрите я хочу подать ее немного соком это что это у нас фисташка ведь сейчас мы вот так вот так мне нужно будет ваша помощь давайте сделаем так ваш лучок то что вы нарезали но как по мне это очень крупно девушки женщины такой лук не едят это же мужское блюдо она извините с этого момента начал я люблю с мясом когда много лука а он как-то больше аппетит поднимает и эффекта куда серьезный это молотая фисташка честно сказать еще так не пробовал фисташка на это очень модели фисташковые день просто взяли это взявали до помололи нет это специальная фисташка фене специальные нет те соленые а тут она не соленого вот это же но согласитесь что блюдо очень эффектно у нас получилось да если честно очень смачно смачно сейчас мы его доделаем специи можно сверху сделать что можно сделать еще сверху фисташки сюда сумах не знаю как называется красная сумах либо пудра каркаде баранина идеально сочетается со свежими овощами поэтому зеленью давайте вот так вот добавлю сюда укропчика свежий помидор ну что наше блюдо готово посмотрите как мы ее подали каримула вам нравится мне очень нравится вы будете также готовить и баловать своих домочадцев обязательно сегодня же надо будет попробовать раз уже аппетит поднялся на такое блюдо я думаю наши жители и зрители или кто будет смотреть это видео тоже поднимется аппетит в принципе вы увидели сам процесс как это делается легко просто самое главное вкусно и вкусно или нет надо попробовать за кадр все так каримула я хотел поблагодарить вас за то что вы нашли время пришли к нам спасибо вам огромное могу вам пожелать на следующую нашу встречу вы уже были с двухмиллионной аудитории спасибо а без всяких гивов самые настоящие самые живые спасибо еще раз спасибо вам всего доброго пока пока а